Всем привет, ребят, меня зовут Света, и сегодня я хочу поделиться с вами 10 своими полезными привычками. И я не буду говорить, что это прям вот супер полезные привычки для всех. Они просто работают для меня, и я считаю, что если я буду изо дня в день повторять именно вот эти действия, о которых я сейчас вам буду говорить, то я буду более какой-то производительный, более собранный, даже более мотивированный. И мало того, мне как-то таким образом легче достигать тех целей, которые я себе ставлю. Так что, если, конечно, у вас есть какие-то вопросы, сомнения или противоречия по поводу моих привычек, я не утверждаю, что они подходят для всех. Это просто мой вариант, мои полезные привычки. Их даже получилось немного больше, чем 10, но если вам интересно, что же я делаю каждый божий день, то, конечно же, оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. И, кстати, не забудьте, что в конце этого видео будет снова конкурс, так что досматривайте. Выписала себе все свои важные и полезные привычки на телефон, и сейчас буду вам рассказывать, что, как и почему, и вообще зачем я это делаю. Первая привычка, начнем прямо по порядку, да, утром. Я встаю в 6.30, я стараюсь все раньше и раньше вставать, но сейчас я дошла именно до этого времени. Максимум я завожу будильник на 6.45 и встаю я сразу по первому звоночку будильника. Сейчас у меня будут вот эти вот фитнес-часы, фитнес-браслет, да, но неважно. Я встаю сразу и не даю себе вот этих 10-15 минут для того, чтобы полежать там, потянуться, потому что за это время я вполне могу уснуть, и день мой пойдет под откос. И просто, мне кажется, это очень полезная привычка. Почему? Потому что чем вы раньше встали, тем больше вы успели. И еще самое главное, чем раньше вы встали, тем раньше вы легли спать. А это режим. И вообще до 12 ложиться, до 12 ночи очень полезно, потому что как раз-таки с 10 до 12 часов ночи самый такой полезный сон, когда мы восстанавливаемся. Так что да, вот моя первая полезная привычка – это вставать как можно раньше. Следующее, что я делаю каждый божий день, и на самом деле раньше я это ненавидела, но сейчас я не могу жить без этого, и иначе у меня просто не получается. Я всегда утром ем либо кашу, либо мюсли, либо мешаю кашу и мюсли. Я не могу по-другому. Завариваю я это все, заливаю точнее, просто холодным молоком. И там, не знаю, 2-3 минутки, пока я готовлю себе кофе, это все настаивается. И вот в таком виде я все это ем. И неважно, где бы я ни находилась, где бы я ни отдыхала, утром мне нужен именно такой прием пищи, не какой-то другой. Именно каши или мюсли, и именно холодное молоко. Вот так вот. Вот так вот. Следующее, что я делаю с утра, это я бегаю. Я беру свою собаку, иду с ней бегать, и совмещаю приятное с приятным, полезное с полезным, или приятное с полезным. Зато все эти два дела у меня идут утром вместе. Но, к сожалению, в Москве сыпят очень-очень много реагента, и собака моя теперь больше не может бегать. Поэтому я не могу совмещать на данный момент этих два дела. Поэтому сначала я гуляю с собакой, и после этого я иду на пробежку. То есть каждое утро у меня пробежка. И единственное, что меня может остановить, это температура, потому что с температурой бегать, ну, просто хреново. Вы посадите свое сердце, и у вас и так все ресурсы направлены на то, чтобы скорее выздороветь. И этот ресурс тратить на бег лучше не стоит, да? Но сам факт, я каждый каждый день бегаю, у меня уже сформировалась такая привычка. И после бега я себя гораздо лучше чувствую. Мысли у меня приходят в норму, всякая ерунда из головы уходит. И просто чисто физически я себя лучше чувствую. Мое следующее каждодневное действие – это уборка, да. Я каждый день убираюсь. Причем, как я это делаю? Я утром всегда прибираю квартиру, да, я не оставляю в раковине грязную посуду. Я не оставляю какие-то заляпанные полочки или какие-то там следы от зубной пасты на зеркале. То есть я стараюсь хотя бы, ну, чисто косметически как-то вычистить всю квартиру, чтобы мне в течение дня приятно было в ней находиться. Чтобы мне не было стыдно, если вдруг ко мне придут гости. И чтобы мне было комфортно здесь работать, потому что я работаю в основном дома, да. И точно такую же рутину, скажем так, я повторяю вечером. Опять же, вся посуда у меня в раковине вымота, ничего в раковине у меня не остается. Точно так же в ванной, не знаю, все я в порядок привожу. И утром, кстати, я всегда заправляю постель, чтобы все, грубо говоря, было тютелька в тютельку. Потому что в таком состоянии мне хочется оставить квартиру, если я вдруг куда-то уйду. И потом я приду, да, и не будет у меня какого-то навала. И я не буду думать, что, блин, у меня вот все завалено в квартире. Потому что если в квартире завалено, то и в душе, и в голове тоже полный завал. Я считаю, что чистоплотность это вот чуть ли не основное качество, которое должно быть в человеке. Потому что чистоплотность вот на таком бытовом уровне показывает чистоплотность человека и на социальном уровне. И он более, я не знаю, какой-то хороший, порядочный и все такое. Следующая полезная привычка, о которой я хочу вам рассказать, наверное, больше подойдет девушкам. Но, возможно, она будет и мальчишкам полезна. Особенно тем, у кого такая же проблемка, как у меня. Есть такой нюанс, что я постоянно везде опаздываю. И, конечно же, это тоже привычка, да, но плохая, которую я хочу в ближайшее время заменить на какую-то хорошую привычку. Так вот, я заметила, что когда я взяла себе за правило, прям за жесткое правило формировать все наряды на будущий, предстоящий день с вечера, то вот это вот опаздывание, оно как-то сгладилось. И таких у меня случаев с опозданием стало гораздо меньше. Да и вообще это очень удобно, когда вы знаете, что вы завтра наденете. Я использую приложение, сейчас вам даже скажу какое. Оно называется Stilicious. На самом деле, это не очень удобное приложение. И раньше было какое-то приложение Cloys, как-то так, но оно больше как-то не поддерживается в русском App Store. Так вот, я просто сфоткала в это приложение все свои шмотки. И у меня здесь весь мой гардероб, да. Потому что я замечаю, что часто какие-то вещи, которые у меня лежат на каких-то далеких-далеких полках, я даже не замечаю их, забываю про них. И не могу полноценно видеть весь свой гардероб. Здесь у меня есть такая опция. Я вижу всю верхнюю одежду, там, из-за платья, брюки, обувь даже. В общем, да. Здесь заранее хотя бы я прикидываю, что я буду носить на следующий день. И на самом деле, это реально облегчает жизнь. Это облегчает жизнь в плане опоздания. И также это облегчает жизнь модникам, да. Кто не хочет там каждый день носить одно и то же. Так что попробуйте. Для меня это работает в нескольких причем направлениях. Еще один пункт, который я делаю каждый божий день, а точнее вечер. Я даже говорила о нем в видео, как всегда, выглядеть хорошо. Можете вот сюда куда-то кликнуть, и там вы увидите это видео. Очень даже неплохое, кстати, и полезное получилось. Так вот, мою я каждый вечер волосы свои. И делаю я это за тем, что когда я утром встаю, я уже сразу с чистыми волосами. Мне кажется, это 90% успеха, ну, касательно внешнего вида, я имею в виду. Также, если у меня с утра чистая голова, я понимаю, что мне ее не надо мыть. И это экономит мне утром, ну, идти, минут 40 или 30, как минимум. Соответственно, это время я могу как-то с пользой провести или не опоздать куда-то. К тому же, вечером я когда мою волосы, я себе еще с вечера оставляю час времени в запасе, чтобы волосы успели высохнуть естественным путем. И получается, именно это действие помогает мне оставлять волосы в более таком здоровом состоянии, потому что, как минимум, я пропускаю пункт с феном. Да, и утром я потом могу либо там завить волосы на бигуди, либо выпрямить, либо просто расчесать, но феном я их практически никогда не сушу. Так что вот, да, такая вот у меня привычка с вечера всегда-всегда-всегда-всегда мыть волосы. И утром я всегда встаю с чистой головой. И, кстати, еще вечером я всегда смываю макияж. Я считаю, это вообще такая привычка, о которой даже и говорить не стоит. Это просто обязательный пункт. Так как я сейчас живу в Москве, а большая часть моей семьи живет в другом городе, то единственный вариант для нашего общения это там скайп, ватсап, ну, какие-то перезванивания, какие-то переписки. И на самом деле с того момента, как я переехала в Москву, не было дня, чтобы я не позвонила домой родителям там или сестре, или еще кому-нибудь. Ну, я имею в виду из прям вот близкой-близкой, да, вот этой семьи. Я не формировала эту привычку как-то в себе, она у меня сама возникла. И я понимаю, что это очень-очень полезно, потому что я знаю, например, некоторых людей, там, моих, допустим, ровесников, кто тоже живет, например, в Москве или в каких-то других городах, в отрыве от своей семьи. И они очень редко созваниваются. И, да, они делятся там раз в две, в три недели тем, что с ними произошло. Но мне кажется, из-за этого они все дальше и дальше друг от друга. А я каждый божий день звоню кому-то из родителей, там, или сеструхе. И получается, что мы делимся каждый день самыми последними новостями, вот что случилось там за день, да, что случилось буквально вчера вечером. И такое ощущение, что мы не расставались, да, потому что мы в курсе, ну, всех-всех-всех событий. Я считаю, это очень полезно, потому что это не дает чувствовать вот этот вот разрыв. И когда я приезжаю к родителям, а сейчас я, к сожалению, делаю это гораздо реже, такое ощущение, что мы и были вместе, потому что мы все знаем. И как-то, так я считаю, правильнее, да, потому что это твоя семья, это твоя семья. И твою семью тебе никто никогда не заменит. Так что, ребята, реально, звоните бабушкам, дедушкам, мамам, папам, сестрам, братьям, тетям, дядям, ну, тем людям, с которыми вы не хотите там расставаться, как-то разрываться. Вот, я считаю, это просто очень полезная, чуть ли не самая важная привычка. Еще одно действие, которое просто суперполезное и не имеет вообще никаких минусов, одни сплошные плюсы, но, к сожалению, мне саму себя иногда приходится заставлять, но я считаю, что это того стоит. В общем, каждый вечер перед сном я читаю. Читаю не просто там одну-две странички через силу, а читаю минимум 30 страниц. То есть, я поставила себе вот такой вот лимит. Но я считаю, что это полезно, потому что, как минимум, это насыщает вашу речь. Во-вторых, вы получаете какую-то новую информацию, причем в достаточном объеме, нежели когда вы бы прочитали там одну-две странички кое-как, потом закрыли бы книжку и дальше полезли в контакт. У вас есть лимит не меньше 30 страниц. А это достаточно много, кстати, информации. И заключительный пункт. Мне просто книга позволяет как-то вырваться из соцсетей, контакт, там, YouTube. И вместо того, чтобы залипать в этих соцсетях, да, и как-то еще дополнительно перед сном перевозбуждаться, я спокойненько читаю, потом закрываю глазки и достаточно быстро засыпаю. Так что, по сути, книжка мне еще помогает быстрее уснуть. И это, конечно же, утром также на меня положительно влияет, потому что утром я просыпаюсь не разбитая, а очень бодрая и энергичная. Так что каждый день 30 страниц. Еще один момент, на самом деле, может быть, кому-то он покажется странным, но у меня привычка реально каждый день слушать музыку. Очень редко я отхожу от этой привычки, но один раз один человек давным-давно, скажем так, сказал мне такую фразу, что музыка помогает нам жить. И действительно, я замечаю, что когда у меня какой-то упадок сил, какое-то зарождение депрессии, просто я как-то в расстроенных каких-то чувствах или мне все лень делать, я включаю музыку в наушниках или просто, да, как-то фоном слушаю ее, и настроение действительно как-то поднимается, как-то я приободряюсь. И на самом деле многие советуют слушать какие-то аудиокниги, это все очень хорошо и замечательно, но я считаю, что нам надо и как-то отдыхать, развлекаться, еще что-то такое вот прям суперприятное каждый день делать. И вот музыка для меня это именно такой пунктик. И последняя привычка, и на самом деле, если честно, я даже не знаю, сколько их всего получилось, 10 или не 10, но просто я вам по факту рассказывала о значимых каких-то таких действиях и вещах в течение дня, которые я делаю, которые помогают мне оставаться собранной. Пусть эти вещи и не слишком, да, какие-то грандиозные, но сейчас я хочу вам рассказать про масштабную привычку, и это привычка делать с утра три самых важных дела. И на самом деле я могу растянуть этот период и до обеда, да, и до ужина, то есть пока я с утра не сделаю три важных каких-то дела, я ничего другое не делаю. Я сейчас не говорю, что если я не сделаю эти три важных дела, то я не буду убирать постель. Уборка постели это такая привычка, да, как почистить зубы или умыться с утра, это даже не обсуждается. Я сейчас говорю про более масштабные такие дела, то есть, например, три важных дела касательно работы, да, за которые я получаю деньги или три важных дела, связанные как-то с моими спортивными увлечениями. То есть что-то такое прямо вот очень-очень значимое. И на самом деле почему три, да, дела? Я это не сама придумала, есть куча тренингов, коучингов, и книги об этом пишут, то, что если вы с утра будете делать три важных дела, во-первых, это будет позволять вам быстрее идти к вашей цели и более правильным путем, и, во-вторых, это формирует в вас привычку. Не только привычку делать с утра три вот этих важных дела, это делает вас просто более целеустремленным, и любые другие привычки быстрее переживаются в вашей жизни. Так что, надеюсь, я понятно объяснила, если интересно, то можете прочитать про это, просто напишите где-нибудь в гугле, да, в поисковике три важных дела с утра, но что-то такое, я думаю, вам обязательно какая-нибудь ссылочка откроется. В общем, да, ребята, на самом деле, это были все такие вот привычки, которые я считаю достаточно интересны, и мне хотелось бы с вами ими поделиться, я думаю, что даже если одна из этих привычек поселится в вашей жизни, то, я уверена, что-то в лучшую сторону изменится. Стопудово я в вас верю. Ну и теперь давайте о конкурсе поговорим, я вам обещала, что практически в каждом видео до самого Нового года я буду что-то разыгрывать, и вот сегодня я буду разыгрывать снова набор косметики. Какая это именно косметика, вы можете прочитать в инфобоксе или заметить сейчас на своем экране. Так вот, чтобы получить этот косметический набор, надо просто сделать репост этого видео в любую социальную сеть, ВКонтакте, Инстаграм, я не знаю, это может быть Одноклассники, где вы сидите, туда и делайте репост. И ссылку на этот репост оставляйте мне в комментариях под этим видео. Ровно через 10 дней я подведу результат, и результат будет в самом последнем верхнем комментарии под этим видео. Этот комментарий будет закреплен. Участвовать могут все, все страны, все города, где бы вы ни жили, я вам отправлю в любой уголок нашей земли свой подарок. И да, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх, потому что все-таки я с вами чем-то поделилась. Хочу, чтобы вы со мной тоже поделились своим пальцем вверх. И, конечно же, не забывайте подписываться, оставляйте свои комментарии, участвуйте в конкурсе. Я вам всем желаю удачи. Помните, что вы самые лучшие. И до встречи совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok